МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правда ли, что в России рекордно растут заработные платы и увеличивается бюджетный дефицит? Сколько будет стоить евро и доллар после запрета торгов на московской бирже? Кому раздали сотни миллионов рублей из президентского фонда и когда Китай начнет получать российский газ за бесценок? Про все это сегодня в программе «Ваши деньги». Я, Сергей Мальнев, приветствую и начинаем. На прошлой неделе произошло событие, последствия которого могут быть катастрофическими для российской экономики. Из-за санкций московская биржа была вынуждена прекратить торговлю долларом и евро. В моменте это вызвало панику на рынках России. И хоть валютный пожар власть сейчас, кажется, потушила, запаниковал народ и бизнес не зря. Прогнозы экспертов для РФ неутешительные. Подробности в нашем сюжете. Самый сильный удар по российской экономике с начала полномасштабной войны. Если бы они это сделали в 2022 году, Россия бы реально рухнула. Россия не в панике толпятся в очередях к обменникам. А российские паблики публикуют пессимистические рассуждения жителей РФ после нового пакета американских санкций. На этой новости сам планирую заработать. Есть немножко налички, поэтому буду менять. Надо пережить этот ретроградный Сатурн. Скоро все изменится. Надо пережить этот год. Деревьев много, листиков хватает. Напечатаем какие-то новые интересные бумажки. Не волнуйтесь. Думаю, х**, все, потому что и так уже все подорожало, х**, уже невозможно жить. Потому что это хрень, с которой мы ничего не можем сделать. Ну, поднимутся цены, я не знаю, на электронику. Здорово. Ну, в смысле, не здорово, конечно, но они поднимутся. Экономисты уверены, что валютный хаос и штурмы обменных пунктов будут продолжаться еще несколько дней. Сейчас несколько дней будет дикая паника на валютном рынке. И все будут пытаться либо продать, значит, свои валюты, чтобы уже с ней не иметь никакого дела, либо купить в расчете на то, что это будет такое неисчезающее золото. С 13 июня торги долларом и евро в РФ остановили. И курс валют в России теперь будет совершенно непрозрачным. В реальности доллар и евро значительно выросли в цене. Но их купить в скором времени будет практически невозможно. Россия сегодня отброшена к состоянию финансового рынка 96-95 года, 1900. Собственно, когда это ММВБ и создавалось. В связи с тем, что на сегодняшний момент нету площадки, которая рыночно формирует курс, курс начал формироваться в каждом банке по-своему. То есть я хочу сегодня установить курс 120 рублей за доллар. Я его ставлю. Я хочу установить курс 80-90 рублей за доллар. Я его ставлю. Эксперты констатируют, что свободная и понятная валютная система в России разрушена. Теперь валютные операции переходят в нелегальную плоскость. По сути, в РФ будет действовать черный рынок валют. То, что Центральный банк России настаивает на том, что главный для России юань, ничего не упрощает. У вас будет теперь курс межбанковского рынка. У вас будет курс ЦБ, который будет считать на основе данных межбанковского рынка и торгов по юаню. Какая-то будет условная величина. У вас будет цена черного рынка, где люди будут пытаться торговать реально доступными валютными средствами. Ну и, в общем, кошмар появится, видимо, скорее всего, какие-то спекулянты. Начнет возникать черный валютный рынок для граждан, а потом, видимо, и для бизнеса. Ну, в общем, прелестей будет много. Сам по себе юань во всех смыслах не может сравниться ни с долларом, ни с евро. Причина проста – нестабильность этой валюты. Юань – ненадежная валюта, серьезно говоря. Вот евро и доллар понадежнее валюты. Так что, в этом смысле, переключиться россияне на сбережение на черный день в юанях, я пока не очень в этом уверен. Проблемами конвертации юаня уже сталкивался российский бизнес. Юани можно купить и продать на МВБ в рамках объемов, которые предварительно согласованы с Народным банком Китая. И вообще, любая операция по юаням осуществляется исключительно в рамках отдельных лицензий, которые получают операторы от Народного банка Китая. То есть, такого варианта, когда ты можешь с третьими странами производить расчеты в долларах, и эти третьи страны не являются эмитентами доллара, такого варианта быть не может. Кроме того, зависимость от юаня только усилит зависимость РФ от Китая. Ведь тогда исключительно через него Россия будет иметь связь с внешним экономическим миром. Валютный кризис, конечно, отразится и на ценах на продукцию, производство которой связано с импортом. Главное, что надо понимать, что делать не только в импортных товарах, а и в импортных компонентах для производства российской продукции. А у нас всюду это, в сельском хозяйстве есть, в фармацевтической промышленности, в машиностроении. Но проблемы на валютном рынке РФ ударят и по военной промышленности страны-террориста. Ведь за все комплектующие по серым схемам Кремль платит исключительно долларами или евро. Военно-промышленный комплекс сегодня, вся элементная база покупается по серому импорту. И вот это в действительности есть вопрос. Как они будут обходить эти проблемы? Или посредником во всех этих операциях будет выступать Китай. Хотя, вот, пожалуйста, американцы уже начали активно накладывать санкции на китайские маленькие банки, которые продолжают расчеты с Российской Федерацией. Ну, то есть, в действительности, это может возникнуть серьезную проблему. Похоже, цивилизованный мир нанес Кремлю новый масштабный удар, последствия которого скажутся на всех сферах экономики страны-агрессора. Но самое главное – отразятся на военной машине Путина. Очень удачно еще до валютного кризиса кремлевские звезды успели распилить очередной грант из так называемого президентского фонда культурных инициатив. На нелепые и бесполезные проекты снова спустили сотни миллионов ваших рублей. Сколько и на что, а точнее за что получили Безруков, Расторгуев, Долина, Масляков и другие слуги режима Путина. Показываем. Пока одни россияне стоят в очередях перед кассами обменников, другие тоже стоят в очередях перед кассами, но уже бюджетными кассами Путинского президентского фонда культурных инициатив. Свежие результаты очередного конкурса грантов просто песня, но только для верных путинских соловьев. На машину свастика, за рулем укроп, попали по полюшку на колесах гроб. Деньги рекой потекли именно к тем, кто усердно пел Асану Вождю на недавних псевдовыборах. Кто сорвал джекпот в этот раз и за что? А денег много, извините? Много. Вот, например, Николай Расторгуев. Его Путин и вовсе прозвал своим любимым певцом. Так что Расторгуеву пожаловали целое собственное радио. Называется «Гордость». И это царство квасного псевдопатриотизма. Ты сердце России, могучий Алтай. Степи бескрайние, горь и быстрые реки. Примерно такой репертуар российских и советских песен ежедневно звучит в эфире новой радиостанции «Гордость». Гордитесь, россияне! За литью в уши вот этого искусства налогоплательщикам выставили счет 80 миллионов рублей. Уже она звучит в 15 городах страны, в конце мая будет 49. Вот это патриотическая радиостанция, для него звучат песни. Вот, конечно, не только отца Люба, но и всех молодых ребят тоже, которые сочиняют песни. И ребят везде самого оттуда, которые тоже присылают нам какой-то материал. У кровавых мародеров организаторы заполучили не только песни, но еще и повадки. Ведь ради гордости Расторгуева передали частоты от другой радиостанции «Радиокнига». Ну как передали, отжали, буквально. А вот на недовольство слушателей ноль внимания, денежки-то уже выделены. В начале февраля 2024 года эфирное вещание станции «Радиокнига» было прекращено. Тогда же на ее частотах в пяти городах России, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Тюмени было запущено вещание новой патриотической радиостанции «Гордость». Основу ее программной сетки составляют русскоязычные треки, в том числе хиты Олега Газманова, Дениса Майданова, Александра Маршала, группы «Любе», «Шаман» и так далее. Пускаешь дешевые и жалкие аматорские песенки в отобранный эфир отобранного радио и получаешь 80 миллионов от россиян. Действительно, гордость за карманы Расторгуева. Вот это понятие «отдать последнюю рубаху» – это чисто русское понятие. Я не обижаю других наших, опять же, иностранных друзей, может быть, они на это способны, но поговорка наша, российская «отдать последнюю рубаху» – это способен сделать именно здесь человек в России. Отдать последнюю. Актер Сергей Безруков явно знает, о чем говорит. Ведь ради такого лизоблюда и доверенного лица на псевдовыборах Путин и правда последнюю рубаху снимет с простых россиян. «Клеветникам России, о чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте». Ему россияне уже и так давно скидываются на различные проекты. А сейчас вот ради большого куша Безруков даже не постеснялся запросить деньги у одного президентского фонда дважды. И это только за 2024 год. Двойной наградой удостоился Сергей Безруков. Его фонд получил 80 миллионов на проведение большого детского фестиваля. И 23 миллиона получил ИП Сергей Безруков на проведение в Пятигорске фестиваля «Парус», посвященного Лермонтову. На весенних выборах актер был доверенным лицом Путина. А в феврале заявил о намерении создать филиал Московского театра на Донбассе. И дважды его назначили победителем. И пожаловали больше 100 миллионов рублей. Но ставить во главу угла зарабатывание денег все-таки для людей продвинутых, а уж тем более живущих в России, это не главное. А вот Лариса Долина деньги любит и почти до слез. Это раньше. В 2022-м она вот так вот театрально жаловалась на камеру, что не дают. Я никогда не верила в то, что у меня никогда ничего не получалось. Мне никогда ничего не давали. Никогда. И тут вдруг она звонит, говорит, Лариса, я вас поздравляю. Грант утвержден. А денег много, извините? Много. Сколько? А что, я могу озвучивать эту цифру? Ну, вообще президентский грант – это открытая информация. 29 миллионов. Но спустя два года Долина уже как будто стала профи по выбиванию госференсирования, распевая оды Путину. Она частый гость на концертах в поддержку войны и аннексии. Так что в этом году фонд заплатил ей уже около 58 миллионов. И тоже за новую музыкальную школу. На творчество. В общем. И как же без Александра Маслякова-старшего, патриарха путинской пропаганды? Он давно превратил КВН в кузницу услужливых шутов, острящих строго по методичкам и по списку разрешенных тем. Так что на очередной идеологически выдержанный мегапроект ему подкинули 52 миллиона рублей. Но больше всех бюджетных денег, кто бы мог подумать, положило в карманы само руководство фонда. Ведь контролируют их раздачу структуры и ставленники закадычного друга Путина, Сергея Кириенко. И СМИ сообщали, в топе одаренных с отрывом литировали именно подконтрольные Кириенко конторы. А в попечительский совет вошли такие одиозные личности, как Эрнст, Жаров и даже духовник Путина, митрополит Тихон Шевкунов. И проекты, связанные с ними, тоже не проигрывают. Ведь это же золотое дно, а не фонд. За госсчет можно годами финансировать любую лабуду. Ведь раздают деньги они чужие, а вот назад получают уже как бы и свои. А россияне уплатят за все. Отдать последнюю рубаху. Это чисто русское понятие. В то время как уровень жизни большинства россиян из-за войны, очевидно, падает, Росстат продолжает рисовать альтернативную реальность. Среди прочего, в Федеральной службе статистики заявляют, что весь прошлый год россиян сопровождал рекордный рост зарплат аж на 14%. При этом есть и другая статистика, Фонда общественного мнения, который зафиксировал, почти 90% граждан страны вообще не увидели и не почувствовали никакого улучшения. Как же так получается? Объясняем. Путинские экономисты смогли победить бедность. Правда, только в телевизоре. У нас результаты, во всяком случае, пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых ранее, лучше прогнозных. Пропаганда рассказывает небылицы о том, что с начала вторжения в Украину россияне стали жить только лучше. Российскую экономику не просто не смогли уничтожить. Американские, западные, европейские санкции ее перестроили и даже сделали лучше. Русские не просто не голодают, они даже лучше живут, чем до СВО. Да, именно это абсолютно серьезно рассказывают с экранов российских телевизоров. А на днях Мишустин, ссылаясь на официальные данные, назвал средней зарплатой в России 73 тысячи рублей. То, что касается зарплат, Геннадий Анатольевич, здесь я позволю не согласиться по поводу нищеты, 20 тысяч рублей в среднем, это не так. Средняя заработная плата в стране 73 тысячи рублей. Только подавляющее большинство населения могут разве что мечтать о такой зарплате. Да вы чуваши и не были. Там зарплата штукатуры, мэлера, который работает и пашет, максимум 30 тысяч. Это официально. Росстат у нас считает по миллионерам, который рассчитывает нормально, я понимаю. Средний классный день такие деньги не получают, 100%. Ну, у нас средняя зарплата около 20. Средняя зарплата 20 тысяч на ваш шахтинский парень. На бумаге, естественно, все выглядит красиво. В прошлом году номинальные зарплаты выросли более чем на 14%, а реальные доходы якобы увеличили почти на 8%. Только эти цифры не дают ничего нуждающимся. В лучшем случае большинство бедных просто остаются такими же бедными, как и раньше. Но большинству приходится жить еще хуже, чем до этого. Про состояние дорог, не про состояние туалетов. Напомню, 25% наших сограждан по-прежнему ходят в дырку. И это не фигура речи. Именно такое отсутствие просто ино-элементарных коммунальных благ мы на сегодняшний день наблюдаем. Фонд «Общественное мнение» провел опрос, согласно результатам которого почти 90% респондентов абсолютно не ощущают роста зарплат. Рост цен на товары и услуги с лихвой его перегоняет. Не слишком же радостно, когда зарплата вроде растет, а вы при этом становитесь беднее. Но именно это происходит в России. Россиянам надо приготовиться к тому, что цены будут расти еще быстрее. А это означает, что все мы будем беднеть. Любые разговоры о том, что инфляция будет замедляться, что Центральный банк повышением ставки что-то изменит в поведении населения, это такие красивые слова без реального содержания. На этот год прогнозы неподконтрольных Кремлю экономистов сводятся к одному и тому же. Будет только хуже. В первые месяцы инфляция пробивала 8%, около 8%. Сейчас уже пробила в годовом исчислении эту цифру. И, соответственно, мы все прекрасно помним, что это официальная инфляция, которая считается по сотням товаров и услуг, которые в основном редко пользуют потребители. А вот то, что они часто пользуют, растет на десятки процентов в год. Государство, естественно, делает какую-то имитацию помощи населению, но в реальности это лишь попытка создать видимость поддержки. И не более того. Сколько ты денег не вбрасывай, они уйдут в рост цен. То есть это нерешаемая задачка. Она могла бы быть решаемой, если бы мы были нормальной, открытой миру экономикой, куда приходили бы технологии, инвестиции. На днях Минфин пересмотрел бюджет России в этом году. Дефицит бюджета вырос, причем значительно. Планировался дефицит 1,5 триллионов рублей, 1,6 триллионов рублей по году. Теперь будет 2,1. Что такое 2,1 триллиона? Это 42% от оставшихся живых денег в фонде национального благосостояния. Вот так называемая ликвидная часть. То есть фактически, если вот они потратят больше 2 триллионов на дефицит бюджета до конца года, то на начало 25-го у них останется меньше 3 триллионов рублей в фонде национального благосостояния в виде живых денег. Ну, ты понимаешь, да? Что это уже такая, как бы, скорее, неснижаемая подушка. То есть фактически вот мы пришли к этой точке, когда деньги заканчиваются. Многие уверены, что это далеко не последняя корректировка бюджета в этом году. По итогу дефицит будет еще больше. Я могу поставить что угодно, что это не последний пересмотр бюджета Минфина. Так что на что бы ни надеялись обычные люди в России, с Путиным все дороги ведут только к нищете. Из-за войны и санкций бюджетная дыра в России становится все глубже, и уже даже Минфин не в силах этого скрывать. Ведомству Антона Силуанова пришлось официально признаться в том, что реальность оказывается еще хуже самых негативных прогнозов. Вместо полутора триллионов рублей дефицит в этом году достигнет минимум двух. Но и это еще не предел, считают экономисты, расчеты которых в нашем эфире. Силуанов в панике. Доходы бюджета стремительно падают, а расходы растут. Необходимость повышения доходов бюджета, она реально перед Минфином стоит. Я очень хорошо понимаю Минфин, которому говорит, что, вы знаете, на выполнение тех задач, которые передо мной стоят, на финансирование тех программ, которые существуют, мне денег не хватает. Эльвира Набиулина, председатель российского Центробанка и министр финансов Антон Силуанов с самого начала вторжения России в Украину пытаются вытягивать военный бюджет. Все, что у них получается, растянуть падение экономики, но не решать проблемы. От них нет прогресса, от них нет идеи, от них нет стратегии развития страны. От них есть истерическая работа, попытка, ну, хоть как-то залатать какие-то дыры, простоять день-ночь подержаться, ну, как-то замедлить скорость разрушения экономики. Ничего другого они сделать не могут. Минфин скорректировал свой прогноз бюджета на этот год. И доходы, и расходы не соответствуют изначальному плану. Инфляция будет выше. Ее оценку подняли с 4,5% до 5,1%. Да и то, на самом деле, подорожание цен на товары и услуги уже сейчас гораздо выше. Вот в прошлом году реальные пенсии, реальный размер пенсии с учетом инфляции, он снизился. И понятно, что в этом году ситуации лучше не будет, потому что инфляция разгоняется выше уже по итогам середины мая, 20 мая. Инфляция выше, чем в прошлом году. И никакие механизмы, никакая повышенная ставка Центрального банка пока этот процесс не останавливает. У Минфина есть явно какая-то манипуляция цифрами. Они, вот как мы и привыкли, до конца декабря держат красивый какой-то подконтрольный дефицит. Но на самом деле он, реальный дефицит, сильно больше. Нефтегазовые доходы упали до всего 1 триллиона вместо ожидаемого 1 триллиона и 800 миллиардов, на которые рассчитывали в начале года. Нефтяная промышленность России тоже обречена на большие беды. А она не такая в России здоровая. Все так бодро говорят, ой, нефтяная промышленность, это все хорошо. Но, да бог с вами, когда вы поинтересуете нефтяной промышленностью России, вы узнаете много грустных историй о том, какие месторождения сейчас в России. Сколько этих месторождений, в каком они состоянии. Что нефтяники качают уже, скорее всего, не нефть, а так называемую скважинную жидкость, то есть нефть, разбавленную водой. Сам дефицит, по их новым оценкам, будет гораздо выше планового. Вместо 1 триллиона 600 миллиардов, он будет больше 2 триллионов рублей. И многие уверены, что это только предварительные цифры. По итогу года дефицит будет гораздо выше. Надо помнить, что осенью и зимой, скорее всего, будут еще корректировки. По моим оценкам, потенциал улучшения прогноза нефтегазовых доходов почти исчерпан. А расходы еще могут быть увеличены на половину триллиона. 1 триллион рублей. Это классическая поправка конца года. На этот раз, скорее всего, это будут расходы на социальные цели и войну, считает экономист Международного банка. Но это по самым скромным оценкам. Реально бюджет дополнительно может съесть даже 4 триллиона. Вопрос только в том, смогут ли вытянуть эти деньги из населения. У снабжения все равно очень маленький бюджет. Меньше триллиона на все снабжение всей армии от Калининграда до Владивостока. Ну, понятное дело, что тут хоть ты борись с коррупцией, хоть не борись. Надо просто больше денег. Я уверен, что сейчас нас ждет в ближайшие месяцы объявление о еще более сильном повышении военного бюджета. Может быть, с 11 триллионов до 15 и так далее. Бюджет этого года был невероятно оптимистично расписан. Резкий рост доходов и расходов, сильное увеличение бюджета. Главная причина этому – война. Многие изначально видели, что выполнить его будет невозможно. Бюджет 2024 года, по сравнению с бюджетом 2023 года, вырос почти на 6 триллионов рублей. Бюджет 2023 года там был 31 триллион, а сейчас 36 с копейками. Значит, на 5 с чем-то. И вот весь этот прирост расходов, он пришелся на войну, либо на социальные выплаты. Это все нужно для того, чтобы Путин мог продолжать вести свою войну. Он будет тянуть деньги с населения и отправлять людей на смерть в Украине до тех пор, пока остается у власти. Огромная военная промышленность Советского Союза разорила страну. Причем у страны были лучшие условия, чем сейчас. Каждый лишний день, который он управляет страной, делает ей только хуже. И при Путине хороших перспектив для населения не видит никто. Это светлая дорога России в будущее, то есть это дорога к технической отсталости, к технологическому божеству, к потере потребностей в кулифицированной рабочей силе, к снижению эффективности производительности труда и обнищению экономики. Как бы чиновники не делали вид, что у них все идет по плану, правда вылазит наружу. Денег у многих людей уже попросту нет. Некоторые несколько лет живут в долг. Но Путину плевать. Его цель – как можно дольше оставаться у власти, а не заботиться о населении. Во время недавнего визита в Пекин Путин не смог договориться с большим братом о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Китай, почувствовав слабость и зависимость России, попросил слишком много. А именно газ по сильно субсидируемым внутренним российским ценам, то есть почти даром. А окончательно ли отказал Путин или только на время удалился подумать и поторговаться? Разбираемся. Китайцы унижают Путина как хотят. Ради чего? Зачем? В чем смысл? Источники газеты Financial Times рассказали о том, что во время своего недавнего визита в Китай Путин не смог договориться о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Но сейчас по российскому ТВ говорят, что все якобы нормально и идет к логическому завершению. Россия и Китай планируют подписать контракт по строительству газопровода «Сила Сибири-2». Цитата «в ближайшее время». Так прокомментировал ситуацию вице-премьер Александр Навак после встречи Владимира Путина с Зиси Цзиньпином. От строительства напрямую зависит газификация Бурятии из-за Байкальского края. Только рассказывают об этом уже не первый год. На деле же западные СМИ не раз заявляли, что переговоры по силе «Сибири-2» в лучшем случае просто затянулись. И в этот раз тоже возникло много проблем. Одна из ключевых вопрос цены. Китай захотел покупать газ у России по сильно субсидируемым внутренним российским ценам, что Москва посчитала необоснованным, утверждают собеседники Financial Times. Пекин уже получает газ с существенными скидками. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, до 1927 года российский газ для Китая будет почти на 30% дешевле, чем для Европы и Турции. В этом же году экспортная цена для европейского и турецкого рынка немного более 320 долларов за 1000 кубических метров. А Китай платит всего 237 долларов. И в следующие года разрыв в цене будет только расти. Более того, даже строить газопровод России предлагают именно за свои деньги. Стоимость такого газопровода, по моим подсчетам, если сила Сибири-1 обошлась, это газпромовские данные, там на самом деле немножко не так, а гораздо больше, 77 миллиардов долларов, то вот это будет намного за 100 миллиардов долларов вот этот новый газопровод. Откуда у Газпрома такие деньги сейчас, ну это очень трудно понять. Китай, по сути, ничем не рискует. Он легко обойдется и без российского газа. Это в случае, если Путин не пойдет на сделку на их условиях. Вот сегодня там российский газ, он занимает на китайском рынке, ну процентов, наверное, от 15 до 20. Я боюсь, что более, ну вот сейчас, наверное, скорее ближе к 15, потому что газопровод не на полную мощность еще работает. Самое простое, что Китай может сделать, это просто продолжить сжечь уголь, как он делает сейчас. Но абсолютно другое положение сейчас у России. Она и так не может заменить западный рынок. По сути, выбора практически нет. У Китая выбор есть, там есть вопрос цены и так далее. У России особенного выбора, куда поставлять вот тот газ, который высвободился после полного разрыва, ну практически полного разрыва газовых отношений с Европой, у России особенного выбора нет. Ну то есть, либо оставить этот газ в земле, либо поставлять в Китай, по большому счету на тех условиях, которые Китай предложит. Но даже не цена тут главная. Поднебесная решила уменьшить объемы поставок газа из России в Китай. Эксперты уверены, что такое решение принято из-за славы, которая тянется за Путиным. Да, вот давайте построим еще один газопровод, это 38 миллиардов кубов, давайте еще на 50 построим. Но, посмотрев на то, как Путин себя ведет, посмотрев, как Путин попытался заморозить Европу, китайцы решили. Вот если мы сейчас построим силу Сибири-2, то это означает, что доля России на китайском рынке газа, там после 2030 года, будет где-то 30%, а может быть даже 35%. Мы хотим, чтобы у Путина был такой рычаг давления на нас, влияния на нас, как на Европу? Нет, не хотим. Китайцы – люди прагматичные, так что сейчас они, в принципе, обеспечены контрактами на газ аж до самого 2035 года. И дополнительный газ им особо не нужен. И в результате мы смотрим на энергетическую стратегию Китая, и мы понимаем, что вот до 1935 года все потребности Китая в газе, они обеспечиваются имеющимися контрактами. Либо это трубопроводный газ из Центральной Азии, где будет строиться новая нитка, либо это сжиженный природный газ. То есть, в принципе, до 2035 года Китаю российский газ, дополнительный китайский российский газ... Если Путин согласится на их условия, он в очередной раз покажет, что просто зависим от Китая, и никакие они на самом деле не друзья, как их рисуют прокремлевские СМИ. А если он откажется, десятки миллиардов рублей просто будут зарыты в земле. Мы знаем о трубах, которые мертвы по политическим соображениям на протяжении 50-70 лет. Например, есть нефтяная труба, идущая с Персидского залива к Средиземному морю через Израиль, построенная еще при англичанах, но вот с тех пор она и не работает. В любом случае, даст он скидку или откажется от контракта, все обязательства будут на обычных россиянах. Именно они будут покрывать убытки новыми налогами, подорожанием тарифов или еще чем-то, до чего смогут дотянуться чиновники. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина и его война делают всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Эфиры еженедельно по вторникам в 18.00 только на телеканале «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова